Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии не простые гости, а наши партнеры, с которыми портал Института Казахстана заключил договор. Это директор архива президента Республики Казахстан Жамиля Исупжанна и заместитель директора Карат Шакаримович. Мы давно не виделись, за это время прошли такие интересные изменения. Хотелось бы узнать о том, как архив президента Республики Казахстан освоился в новых реалиях, в условиях ограничений, связанных с общими карантинными мерами. Сумел ли архив сохранить свою динамику развития, исследовательские процессы? Расскажите, пожалуйста, Жамиля Исупжанна, какие задачи ставит перед собой архив в современных условиях? Три-четыре неизменных остаются. Это обеспечение сохранности, комплектование, использование. И сейчас в новых реалиях использования документов переход на цифровой формат, цифровизация, удаленный доступ. То есть все вот эти вопросы, они в ближайшую перспективу стали еще ближе, еще актуальнее. Поэтому архив президента продолжает работу по сохранению нашего национального архивного фонда. Принимает, естественно, все меры. Это и оцифровка, и создание страхового фонда, и реставрация документов. Все наши показатели, все наши такие стратегические планы остались на прежнем, естественно, с повышением. Несмотря на ограниченные меры, 20-й год, 21-й год, мы работаем в таком режиме, как говорится, нон-стоп. Продолжаем принимать документы. Естественно, что-то перешло в онлайн-формат. Об этих мероприятиях мы тоже где-то поподробнее остановимся. И, естественно, это стало актуально развитие международного сотрудничества. И легче стало работать с нашими коллегами зарубежными. В онлайн-формате? Да, да, да. Как бы контактов стало больше, чаще, наверное, да? География расширилась. То есть и такой повышенный интерес. И у нас есть несколько проектов основных, по которым мы работаем. Тоже взаимодействие с нашими архивистами, коллегами зарубежных стран. Обмен этими документами, какими-то контактами. То есть все это позволило сейчас работать в таком режиме взаимодействия. Тесного взаимодействия даже, можно сказать. Замечательно. Вот ваш огромный фонд архивных документов, материалов, в основном, наверное, представлен документами 20 века, да, в большинстве своими. Есть ли среди них такие документы, которые приобретают особую ценность? Ценность и значимость? Скажите, пожалуйста. Ну, вообще для архивиста какое-то понятие особо ценный документ, это такое немножко понятие. Профессиональное, да? Профессиональное, да. Но мы не выделяем так сильно. Но раз термин существует, существует, есть определенные действия к особо ценных документах, они оцифровываются в первую очередь, поэтому их классификация и выделение из общей массы, это, естественно, как говорится, для работы архивиста. Но для нас документы начала 20-х годов сейчас вот наиболее бы такая популярность, потому что вот сейчас, вы знаете, в рамках работы госкомиссии мы возвращаемся обратно в этот период. Госкомиссии по реабилитации. По реабилитации, да. Политических репрессий работает в таком очень интенсивном режиме, и вот эти документы, эти фонды сейчас опять стали очень актуальны, востребованы. Поэтому к ним идет особый интерес, и делая у наших таких видных государственных деятелей, личные листки, какие-то вот личные фонды, где содержатся документы, фотографии, дневники, и какие-то вот такие документы, которые мы сейчас выявляем, мы сейчас опять заново посмотрели по-новому на эти документы. Из этой рутины мы сейчас вот эти особо ценные документы мы пересматриваем в новый уже какой-то вот с новым взглядом. Поэтому к ним, я думаю, и вот по юбилейным мероприятиям тоже мы организовывали выставки. Вот в этом году, например, у нас интересная произошла такая вот, ну это была внеплановая, да, у нас работа с Оренбургским архивом по звездные старты Байконура. И вот в личных фондах. Космическая тема связана. Да, тематика, да. Мы думали, вот, казалось бы, по этой теме, что можно найти в документах, например, Центрального комитета Компартии Казахстана или еще что-то. Ну это такие, может быть, где-то в таких отчетах или в каких-то информациях, но мы не нашли такие документы. А они нашлись, интересные документы в личных фондах. Это фотографии, фотографии, альбомы. В чьих фондах? Ну вот в различных, там у нас и в Байке нашим, вот, и присылали памятные какие-то альбомы, прилет с записями и так далее. Мы эти документы использовали на этой выставке. Как интересно. Да, с ней можно ознакомиться, она у нас на сайте размещена. То есть, вот, из процесса работы мы возвращаемся и вот выявляем еще какие-то для себя интересные документы. Личные фонды хранят много интересной информации, да, которой, казалось бы, даже не догадываешься, что она там может быть. Вы упомянули материалы, связанные с трагической эпохой политических репрессий. Идет с ними работа, я так понимаю. Но эти документы долгое время находились под грифом «секретно». Какова их судьба на данный момент? Ну, работа эта началась еще в конце 80-х, в 89-м году. Было несколько этапов рассекречивания. На уровне с, значит, как бы постановлением правительства тогда была создана такая очень солидная комиссия. И документы были, основной пласт вот этих документов, который был закрыт. И там даже вот в некоторых протоколах используются термис. Документы не выдавались исследовать, и с ними мог ознакомиться только главный хранитель и директор архива. Это очень высокий уровень секретности. Да, секретности. То есть они практически в научный оборот не вводились. И вот постепенно, это благодаря тому, что у нас вышли указы, и вот на это обратили в начале 90-х большое внимание, наши ученые, историки, они подняли эту тему, вопрос, и указом президента в 90-х годах целый пласт документов был открыт. И потом эта работа продолжалась в 2004-2008 году. Порядка 40 тысяч дел было рассекречено. Это были так называемые особые папки. Там хранились документы с особой важностью, особый секретный документ. И благодаря работе этой комиссии в научный оборот введены документы, которые мы сейчас в наших сборниках по депортации, наш проект, по... Вот есть хороший у нас проект «Рассекреченная война». То есть в «Рассекреченная война» вошли документы в основном из этого фонда особой папки. То есть сейчас для членов нашей комиссии практически нет документов, которые содержат какую-то государственную тайну. То есть об этом как-то мы всегда открыто говорили, но об этом сейчас на это убедились члены наших рабочих групп, которые приходят в архив и удивляются, неужели все открыто. Ну, действительно, это вот большой... Это была проведена такая большая работа архивистов и вот бежведомственной комиссии. Ее в 2008 году, в 2008 году Шепель Владимир Николаевич, по инициативе Миргулат Хабевич Жакипов, такую провели большую хорошую работу. Благодаря этому сейчас наши исследователи работают с этими документами. Это... Ну, 40 тысяч — это немало, это очень большой пласт документов. — Ну, надо дать им должное за такую огромную проведенную работу, которая позволила целому пласту архивных документов стать доступным общественности и научным исследователям. Ну, открытость стала возможным благодаря, наверное, обретению независимости Казахстаном. Что еще? Какие еще достижения вот в период независимости позволили сделать архив более открытым, более доступным? Ну, у нас вот такой вот появился термин «открытому обществу открытые архивы», да? Как мы с недавнего времени начали использовать. То есть повышенный интерес исследователей, различные какие-то тематики, которые... То есть здесь еще вопрос того, что информатизация. То есть здесь мы предоставляем, допустим, возможность поработать, быстро найти документы. Это тоже очень важно. Какие-то используем формы встреч, каких-то конференций, популяризации. То есть об этом надо говорить, что архив работает, и нет никаких препонов. Любой человек может запросить информацию. То есть вот этот стереотип, он должен быть, как говорится, о том, что Цыковский архив — это что-то... Даже среди некоторых ученых такой до сих пор... Стереотип сложился, да? ...сложился, что архив — это боях, там нельзя было зайти, там оформиться, так далее. Сейчас, то есть... И использование всех каких-то вот современных вот этих форм вкупе вот дает вот это вот общее такое представление, открытость. Плюс еще коллектив, дружелюбные отношения, это никто не отменял. Это тоже открытость читальных залов. То есть вот это все направлено на, как говорится, клиента, ориентированно должен быть архивист. Нет, это видно. Даже вот книга отзывов. Люди пишут свои откровенные отзывы, слова благодарности. Как раз-таки не только профессионализм, но и дружелюбие, такое открытое отношение сотрудников архива к исследователям, к молодым исследователям. Хорошо. Какие документы хранятся в архиве эпохи независимости? Есть ли такие фонды? Да, это вот тоже целый, огромный уже, можно сказать, пласт документов национального архивного фонда, начиная с самых первых шагов, предпосылки, можно сказать, документы, первые шаги, начиная с декларации, начиная с всех вот этих вот, той экономической, политической ситуации на тот период, все наши шаги, которые предпринимал наш первый президент Ельбасы, все это сохранилось в составе наших фондов. И плюс дальнейшее развитие построено, то есть все практически шаги, начиная с эпохи независимости, вот эти все документы хранятся, законы, указы, Конституция, подлинник 1995 года, основные такие вот политические решения, вот те первые послания, допустим, даже президента, переписка, взаимодействие с международной, с двусторонним сотрудничеством, то есть экономические какие-то вопросы, вот все вопросы можно, как говорится, найти в архиве президента, буквально все, что вас интересует, здравоохранение, труд, социалка, все, да, то есть тематика очень разносторонняя, поэтому и, соответственно, это привлекает исследователей, потому что можно еще в разрезе областей, то есть информация, которая поступала от регионов, то есть собрана в одном месте, тем более, что в первые годы, до 1994 года у нас был аппарат правительства, администрации президента, он был в месте, и вот это все именно в этих фондах как раз вот и саккумулировалось, можно сказать. То есть исследователь сможет там найти то, что ему необходимо, это очень хорошо. Ну, давайте обратимся к 30-летию независимости республики Казахстан. Наверное, Карат Шкаримович нам более подробно расскажет о том, какие мероприятия готовит архив к такому крупному, торжественному событию. Вообще, любая юбилейная дата, связанная с независимостью, с историческими датами, она для архивного сотрудника, для архивного сфера, это ответственность большая. Дело в том, что именно благодаря тем документам, которые хранятся в архивах, в частности, в архиве президента, на основе той работы, которую проводят архивы по популяризации этого культурного документального наследия, и формируется историческое сознание казахстанцев. А вся эпоха независимости, как вот уже Джеймс Шанна сказала, все документы эпохи независимости, они хранятся в нашем архиве, вся политическая история. И, соответственно, 30-летие независимости в работе архива президента наложило свой определенный отпечаток. Этот отпечаток прежде всего связан с тем, что на архивы возложена такая миссия, я не побоюсь этого слова сказать, формировать, способствовать формированию исторического сознания наших казахстанцев, особенно молодежи, подрастающего поколения. И вся та работа, которая проводится в этом году архивом президента по пропаганде историко-документального наследия, мероприятия социально значимые, публикации в СМИ, различные издания, участие архивистов на различных мероприятиях, в том числе с нашими зарубежными партнерами, она вся нацелена на то, чтобы показать, что достиг, чего достиг Казахстан за 30 лет независимости. Показать это через те документы, которые хранятся в нашем архиве. И, разумеется, раз архив проводит эту работу, она определенным образом и освещает саму архивную сферу. Вот Вы, что Джаммешана тоже сказал, Вы задавали вопрос, что отличалось от советских архивов в период независимости. В советское время, как вы знаете, было такое понятие, как архивная политика. Вся публикаторская работа, она, скажем, да, аккумулировалась вокруг того, чтобы освещать ту или иную сложившуюся идеологию и так далее. Это общеизвестные факты. На сегодня мы формируем архивную культуру. Это совсем другой формат взаимоотношения архива с обществом, совсем другой формат работы архивистов с историками, исследователями. В том числе, вот то, что самое последнее на сегодня актуально стоит в повестке дня, это работа государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Сегодня архив президента, вот в рамках проведения, скажем, юбилейных мероприятий в 30-летие, он показывает эту свою активную позицию, позицию того, что архив президента открыт, доступен, что все фонды рассекречены, и при этом, проводя публикаторскую работу, издавая сборники документов, часть которых из вас, из них представлены как раз на нашем сегодня встрече, книги, они как раз нацелены на то, чтобы показать, что происходило в истории, какие исторические вехи характеризуют развитие Казахстана за 30 лет независимости. Чтобы показать весь комплекс документов, который хранится у нас, мы в рамках празднования 30-летия независимости подготовили и издали, пересмотрели содержание, обновили существенно, обновили научно-справочный аппарат и издали основной справочник всех архивов, ну, как основной, один из основных справочников архива вообще, это путеводители по фондам архива, путеводитель по фондам архива президента. Он издан на казахском и на русском языке. Но поскольку у нас не только документы организации управленческого характера, у нас документы личных фондов есть, отдельно мы подготовили к рамках 30-летия независимости и издали для казахстанской общественности справочник по личным фондам. Все личные фонды, а их порядка более 200 в нашем архиве, политические деятели 20 века, периоды независимости, это не только политические, это общественные деятели, государственные, это известные литераторы, в частности, Бельгер, это известные политологи, это известные государственные деятели 20 века, которые внесли вклад в развитие Казахстана начального периода, периода становления независимого, они вошли сюда. Одним из таких фондов, который также, вернее, один из таких документальных изданий, который был подготовлен в рамках празднования 30-летия независимости, И к юбилею 90-летию нашего фондообразователя, академика Монаша Козыбаева, мы подготовили совместно с доктором исторических наук Ильясом Монашевичем Козыбаевым. Он выступил, скажем, идеологом, подготовил концепцию этого издания. На наших документах издали из его личного фонда документальный сборник «Историк, меняющийся в мире». Отличительная особенность от других, раньше то, что издавалось, мы попытались все-таки документальные, то, что написано на бумаге, это хорошо, это известно, это тоже способствует, скажем, тому, что молодежь, общественность знакомится с нашими документами. Мы включили сюда и еще аудиовизуальный документ. Это большой пласт документов. Вы знаете, что в рамках цифровизации все это наша современная эпоха накладывает то, что люди, к сожалению или к счастью, уже старый формат документов, переписка на бумаге, все уже уходит в прошлое. Сейчас даже формат нашей встречи, он проходит в видеоконференции. Это все-таки видеоформат, это тоже документ, но он интересен еще и тем, что его можно задокументировать и на бумаге. Одно дело прочесть, одно дело еще и услышать этот документ. И те документы, которые можно услышать, они достаточно интересные и которые связаны тоже с самым первым этапом становления нашей независимости. То есть они ранее, которые были связаны с историком, его деятельностью, его позиции активны по отношению к тому, как должно развиваться наше государство в будущем, в 90-е годы высказано, оно вошло в этот документальный сборник. Фотодокументы и аудиодокументы, которые прошли обработку и вошли сюда. Вот вы задали вопрос по периоду независимости, что нового, чем архив может похвастаться из фонда. Вы знаете, что мы знаем, что в 91-м году в Казахстане мы после объявления независимости, у нас свои символы, скажем, герб, флаг, государственные символы приняты. Но мало кто знает, что в наших фондах архива президента можно обнаружить документы о том, что за 2-3 года до принятия официального государственных символов эта идея была озвучена нашими историками, исследователями. В 90-е годы, как раз, будучи депутатом, академик Козыбаев, он предложил, что раз мы формируем новое независимое государство, у нового государства должны быть свои самостоятельные символы. И не только такие символы, которые характеризуют и объясняют, показывают нашей молодежи, нашей общественной, о том, что сохранится и есть историческая преемственность в нашей государственности, в независимости нашего Казахстана и так далее. Истории, культуры, нашу народу. В более судебных 20-м веке оказались различные народы, этносы, стали проживать в Казахстане, Казахстан выступил для них второй родиной. И фонды таких организаций, этнокультурных объединений, работу которых проводят и, скажем, формируют содержание работы Ассамблеи народа Казахстана, это наши различные этнокультурные объединения, митсва, евреев, этнокультурные объединения Барбанк, Литваника, польские, украинские, их можно перечислять очень много, узбекские, туркменские. И все республиканские этнокультурные объединения, они являются источниками комплектования нашего архива. Документы передают к нам, как часть истории независимого Казахстана. И чтобы показать их участие в формировании независимого Казахстана, в формировании гражданского общества в независимом Казахстане с 91-го года, какую роль, какую лепту в развитии нашего государства, нового, в 21-м веке внесли представители того или иного этноса. Вот такую работу мы тоже проводим. И результатом такой работы выступают, мы как пример привели сюда специально, чтобы показать, это документальная, вернее, совместная проводимая с республиканским обществом этнокультурного, митсва евреев, ассоциация евреев Казахстана, цикл изданий, это уже 12-е по счету издание, история, память людей, где мы показываем роль одного из этносов в становлении их участия в становлении независимого Казахстана. И такие мероприятия, это не только связано с фондообразователями, с нашими документами, это и, собственно, архивная работа. Архивная работа занимает большую часть той работы, которую архив в этом году запланировал в рамках празднования 30-летия. Это международные конференции, это различные встречи, это и вся та работа по пропаганде документов периода независимости, она нацелена на то, чтобы показать, как происходило становление, какие основные вехи были, мы можем отметить, за 30 лет независимости. В этом году нами подготовлено, и мы разместили в условиях пандемии, это понятно. Онлайн-формат — это тоже новый формат, который для нас раньше был не свойственен, потому что она об этом выше сказала, подготовили. И будем к 30-летию независимости размещать как раз накануне, совсем скоро на нашем сайте, историко-документальную выставку, которая охватит комплексно весь период независимости, начиная с 91-го года, по основным вехам независимости. И эта выставка уже имеет свое название, это название созвучно с книгой нашего первого президента Ильбаса Нарсултана Абишевича Назарбаева «Эра независимости». И основные вехи экономика, культура, политика, общество, финансовая сфера, она вот такими ремарками войдет в документы этой выставки. Я думаю, общественность, знакомясь через сайт с документами нашей выставки, она для себя поймет, сделает выводы, чего достиг Астан за 30 лет независимости, какие перед ним стояли трудности, как наше государство преодолело эти трудности, и как эти трудности на сегодня мы видим эти результаты всей этой работы, которую проводили за 30 лет формирования нашего государства. Давайте, наверное, ссылку на эту выставку мы разместим у нас на портале, чтобы как можно больше людей, читателей могли с ней ознакомиться, посетить, скажем так, виртуально. Это будет очень интересно. Каждое такое юбилейное мероприятие, оно, наверное, требует особого какого-то подхода, ведь было уже и 25-летие, и 20-летие независимости, и к 30-летию вы, наверное, придумали что-то вот такое более интересное. Спасибо. Хорошо. Короче, Каримыч, а вот по поводу деятельности Госкомиссии по политической реабилитации, ведь все-таки очень крупный плац документов находится у вас в архиве, и вы, наверное, являетесь каким-то определенным центром вот в этом процессе деятельности этой комиссии. Расскажите, пожалуйста. Да, вы абсолютно правы. Вышел уже, Джимушан также сказал, что вот рассекречивание, ну, вы знаем, все до 91-го года архив партийный был закрыт, и, разумеется, освещение истории, объективное освещение, оно было возложено, скажем, нет, введением научного оборота документов, для того, чтобы объективно изучить историю всесторонне, оно, разумеется, определенным временем легло именно на архив президента. И та работа, которую проводят члены рабочей группы государственной комиссии, инициативы по полной реабилитации жертв политической репрессии 20-30-го, вообще 20-го века в целом, оно большим бременем ложится на архивную сферу. Дело в том, что вопрос о реабилитации напрямую связан с введением научного оборота этих документов. У архива президента есть не единожды четыре раза опыт, это такого рассекречивания партийных документов, опыт создания межведомственной комиссии, и, разумеется, зная об этом, как происходило введение научного оборота документов 30-х годов по массовому году, как происходило введение научного оборота документов по истории депортации, депортационной политики Советского Союза, по миграционным процессам и так далее. Оно среди общественности, историков, оно на слуху известно. Это по нашим документальным сборникам, которых свыше 100. И, разумеется, вот эти обращения историков, обращения Государственной комиссии, проектного офиса к этому опыту, оно само собой разумеющееся. Сегодня архив президента тесно сотрудничает с проектным офисом Государственной комиссии. Те задачи, которые поставлены перед проектным офисом по введению научного оборота документов, в частности, составление нормативно-правовых актов, связанных с ущемлением в правах, массовыми репрессиями против советских граждан, большей частью оно связано с работой коммунистической партии. Это протоколы, решения и так далее, знаменитые решения, когда на партсобрании решали его не только исключение из партии, но и, соответственно, там как цепочка шла уже, в конце концов, его могли и так и получалось на деле. Приводило к тому, что он по статье 58-й, известной, он попадал в развед врагов народа и в 1938 году он был расстрелян. Это массовые такие случаи. Этот пласт документов хранится у нас. И та работа, которую проектный офис сегодня выстроил в рамках задачи по рассекречиванию, введению научных оборотов, она перекликается с нашей архивной работой. У нас есть совместные задачи, которые мы должны выполнить. Совсем недавно было принято решение о создании на базе архива управления Центра по изучению документов политической репрессии XX века. Это вот как раз в процессе деятельности комиссии, да? И как раз вот на это управление будут возложены задачи по введению научных оборотов этих документов, обеспечению их постоянного хранения. И после введения научных оборотов, соответственно, вся та работа по публикаторской работе, издание документов, рассекречивание, то, что будет делать на сегодня проектный офис, она будет как раз напрямую пересекаться с той архивной работой, которую проводит архив президента. Жмель Иванович, в связи с повсеместными мерами, с карантинными мерами, которые были введены с прошлого года, продолжаются до сих пор, насколько архив открыт для исследователей? Или у вас тоже существует определенное ограничение? Есть ли возможность у молодых исследователей открытого доступа к документам вашего архива? Ну, несмотря, вот да, я уже выше сказала, что у нас были такие локдауны, гарантины и так далее, архив продолжал работать. В период, конечно, когда мы не могли, когда была совсем такая закрытость, мы уже исполняли запросы каких-то наших коллег, архивистов по такой схеме, мы сами организовали поиск документов, и уже в электронном формате и так далее. Также у нас на сайте есть доступ к фондам, к списку фондов. В описи. В описи, да. Это путеводитель тоже в прошлой редакции. То есть здесь подготовиться и найти какую-то информацию до. Значит, выложили наши публикаторские основные сборники. Это вот по проекту депортации. Наши, значит, сборники по нашим, значит, конференциям, чтобы ссылки или какие-то исследователи могли использовать и уже точно спросить о том или ином документе. То есть подсказки какие-то и так далее в этом формате мы... Ну, исследователь знает процедуру исследовательской работы. А вот, допустим, оцифрованные документы, может ли он их получить? Да. Если он их найдет, вот фонд такой, опись такая, вот такой документ. Да-да-да, вот по такой примерно схеме мы работали. По тематическим запросам, а социально правовые вопросы, это вообще архив не останавливается обязательно, так как у нас очень много обращений по трудовому стажу, по событиям декабрьским, то есть идут какие-то... Вот этот мы в таком режиме, в постоянном работаем, и количество этих запросов возросло. Вот за этот период, за два года, действительно, вот интерес к документам и интерес к каким-то своим, вот, не знаю, в два раза практически мы стали обращаться. И сейчас очень наблюдается то, что молодежь, они исследуют такие интересные темы. Мы иногда даже смотрим, ну, даже как-то интересуемся. И наши зарубежные исследователи также посещают архивы, и с ними связь мы держим, потому что очень хороший такой обмен опытом. Проводятся также встречи, ну, сейчас в онлайн формате, с нашими исследователями, которые делятся своим опытом. У вас были богатые контакты, установленные и с архивами Германии, Польши, в делегациях участвовали, по-моему, в Южной Корее, Японии. А вот сейчас вы в нынешних условиях, вы также поддерживаете эти контакты, расширяете географию? Да, у нас даже, я думаю, что вот за эти два года она у нас стала еще более шире, потому что приглашает нас участвовать в различных конференциях, в круглых столах. Мы участвуем, представляем свои какие-то документы, доклады. Тот проект наш интересный, летняя школа, он перешел в два года, да, в онлайн. А, нет, вернее, в этом году мы провели в онлайн формате, и уже у нас более трехсот участников из стран СНГ. В этом году у нас подключились и из новых, значит, Армении. Наши коллеги также продолжались из Татарстана. Российская Федерация была в большом составе, более 50 человек из различных архивных учреждений. Наши лекторы, естественно, вот большая им благодарность, они удивляют такое вот большое, как говорится, внимание этому сотрудничеству. В этом году наши традиционно российский государственно-гуманитарный университет, значит, из Финляндии, Южная Корея в этом году тоже прочитали по опыту, значит, архивному. То есть каждый раз новые лекторы. Каждый раз новые лекторы, новые какие-то темы. И наши коллеги Российской Федерации тоже были в хорошем таком составе, значит, представлены. И они это сотрудничество, как бы, оно у нас... Потом мы участвуем в конференции. Вот какие-то вот такие взаимодействия, контакты, они вот как-то множатся, и вот с каждым годом становится их все больше. Наши польские коллеги, они почти во всех наших мероприятиях участвуют. И в конференциях, и в летних школах приветствия. То есть всегда мы, как говорится, вот сейчас, мне кажется, вот этот формат, он дал более такие широкие возможности. Если раньше мы какую-то вели переписку, сейчас мы подключаемся через видеоконференц-связь, видим, приветствуем друг друга. То есть уже чувствуется, что это такая хорошая, рабочая такая идет у нас атмосфера. Мы уже всех дразнаем друг друга в лицо. То есть ранее установленные контакты, это не просто какая-то формальность, да? Это переросло такое в тесное партнерство, плодотворную работу, взаимовыгодную, да, как говорится, и для казахстанской стороны, и для зарубежной стороны. Это здорово, это замечательно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот какой алгоритм выбора публикации тех или иных материалов? Это такая очень актуальная тема, вы правы. Документы, в любом архиве документы, они разносторонние. И подготовка того или иного документального сборника, оно всегда большая ответственность, и встает вопрос, насколько будут востребованы эти документы в обществе. И чтобы определить для себя, да, какую стратегию, как мы примем решение, что будет публиковаться, что приоритетнее, какие сборники, по какой тематике готовить, разумеется, мы обращаемся к той сложившейся базе исторических трудов, исследованиям, которые проводятся в тот или иной промежуток времени, это актуальное на сегодня, что те государственные задачи, в частности, задачи по реабилитации, жертвополитических репрессий, по полной реабилитации, изучая спрос со стороны общества на ту или иную историческую информацию, мы формируем свою стратегию подготовки тех или иных документальных сборников. Есть ныне реализуемый, он будет завершен через год, проект из истории депортации, формирования полиэтнического капитала Казахстана. Большой проект в этом году мы завершили совместно с нашими другими архивными коллегами, архивистами по Ашашлах, три тома была издана, до этого два тома и трагедия казахского аула, рассекреченная война, как выше Шамиля Суджановна сказала, из особых папок, то есть весь алгоритм, стратегия подготовки документальных сборников, она построена на то, что на сегодня востребовано в обществе. Разумеется, есть план мероприятий, есть знаковые исторические вехи, юбилейные даты, и как ответ на ожидания со стороны общества на ту или иную историческую информацию, ретроспективного характера, мы формируем свою стратегию подготовки тех или иных документальных сборников. В целом можно сказать, что вообще по всем актуальным проблемам истории Казахстана, археографический фонд, он как такой сложился. Проблема депортационной политики, проблема реабилитации жертв, политических репрессий, есть документы, но вместе с тем, как на сегодня выясняется, многие части из этих документов, она остается малоизвестной, недоступной или рассекреченной, доступной, но неизвестной исследователем. И, зная об этом, разумеется, мы готовим те или иные документальные сборники, предлагаем к изданию сборники. По степени их актуальности, да? Да. Хорошо. И плюс еще научный совет у нас есть, то есть актуализацию мы еще обсуждаем с нашими ведущими, он у нас такой солидный, то есть наши ученые-историки, они тоже подсказывают те или иные тематики, которые сегодня, на сегодня волнуют, как говорится, как и Раджи Кремль сказал, общество. Поэтому, ну, на перспективу мы делаем перспективу, и плюс корректируем с учетом таких вот, каких-то юбилейных дат и так далее. В любом случае надо смотреть на несколько лет вперед, да? Да. То есть какое-то событие будет через 2-3 года, к нему надо собрать необходимый материал, да, подготовить что-то, сборник или книгу, монографию, опубликовать ее, чтобы она была актуальна к какой-то дате. Вот, ну, это такая... Ну, например, на следующий вот юбилей на 150-е в рамках ЮНЕСКО Ахмета Байтурсынова. И вот мы знаем, что даже известная статья к 50-летию его со дня рождения, когда готовили, с автора не вспомню, в советское время, вот, возник вопрос по дате его точного рождения, какой месяц, и, да, вот. А в нашем архиве хранится личный листок, где, собственно, ручно он указывает свои биографические данные. И, зная о том, что на следующий вот, к примеру, такая дата в рамках международного масштаба это проводится, мы, разумеется, будем готовить мероприятие, приуроченное к его 150-летию. Жамиля Юсубжановна, вот сейчас архивы, ваш архив, собственно, проводит большую работу по цифровизации документов. Не переведет ли это к тому, что бумажный носитель, как таковой, потеряет свою актуальность? Как вы думаете? Ну, конечно, да, вот сейчас вот эти все принимаемые нами программы, госпрограммы и так далее, сейчас документ уже рожденный в электронной среде, есть такое понятие, которое уже не распечатывается на бумагу. Но, как мы, как классические архивисты, мы за то, что все равно бумага — это такой надежный источник. Материальный. Материальный, да. К любым цифровым трансформациям архивисты относятся с осторожностью, но, тем не менее, мы готовы переходить, хранить, и на все это есть у нас возможности в нашем государстве. Сейчас идет большая программа по цифровизации в рамках цифрового Казахстана, электронный архив, Е-архив. Мы тоже задействованы в этом проекте. У нас в свой проект реализуется электронный архив, где мы большой пласт документов оцифровываем и переносим для исследователей, чтобы уже обеспечить сохранность и доступность, организовать, так сказать, оперативный поиск документов. То есть на все вот эти виды, этих вот переходов на цифру, мы морально и технически готовы. Но все равно среди архивистов вопрос полного перехода, он остается актуальным, потому что все технологии, которые на сегодняшний день имеются во всем мире, они не гарантируют сохранность подлинности и юридической, вот, как говорится, подлинности через 50-100 лет и так далее. Поэтому бумага, она остается. Все стерпит. Все стерпит. Мы, как говорится, вот в таком ракурсе работаем. Наша работа построена. Ну и я думаю, что нам надо будет затронуть такой вопрос. Вот, вы непосредственно работаете с архивом, с архивными документами. Есть ли вот такие документы, которые касаются вас лично? Карл Шкремович. Любой документ, с которым мы соприкасаемся, я думаю, это общее, скажем, будет общее мнение, он по-своему это соприкосновение с историей. Особенно с бумажным документом. Сама бумага, на которую занесена информация. Подписи живых лиц, да, содержание документа. Это каждый случай знакомства с архивным документом, это соприкосновение, сопричастность, понимание своей сопричастности к этой истории, к этому документу. И поэтому выделить какой-то, который лично затрагивает, достаточно проблематично, сложно, но при этом можно выделить, вот на сегодня, к сожалению, да, ввиду наших, или к сожалению, или к счастью, я скажу тогда, ввиду массовой цифровизации, мы стали терять такой вид документов, как письма во власть. Вот особенно в 20 веке, будь то период войны, пусть и военное время, даже с фронтов войны, в треуголках, так известно, вы знаете, да, писали, да, руководство партии, компартии Казахстана, просили решить какие-то вопросы, описывали свой быт, какие-то и так далее. И вот такие, как их сейчас ныне именуют, эго-документ, они, читать их достаточно трепетно. Ты понимаешь, что человек, что он прочувствовал, в какой ситуации он находился, когда составлял это письмо, направлял его, с какими эмоциями, с каким отношением к этому, он же пытается решить свои какие-то вопросы, бытовые, что-то другое, так и так далее. А вот в 20-м мы на сегодня, этот формат, скажем, да, вот формат обращения рукописного, да, во власть и так далее, ввиду, я говорю, к сожалению, потому что это документ бумажный, сам почерк, каллиграфия, она тоже уникальна. Это вид документа, есть целое направление, как вы знаете, вспомогательная сочинительная дисциплина, которая изучает. А цифровизация привела к тому, что мы все печатаем, у нас буквы однотипные, ЭЦП у нас однотипные, мы не видим лица, да, не видим психологическую атмосферу того времени через документ. И ЭЦП у каждого свой. И вот поэтому для меня, да, вот меня затрагивают документы, которые связаны с персоналями, которые связаны с сопереживанием, воспоминанием, перепиской личной, то, что отложилось в наших личных фондах. Хорошо, большое спасибо. Так, ну, подведем итоги. Жемелая Сужанна, архив продолжает свою работу, не останавливается. Все запланированные мероприятия проходят в штатном режиме, в онлайн-режиме, как это летняя школа, например. Вот. Архив готовится к 30-летию независимости. Мы ожидаем большую, интересную документальную выставку. И большая работа идет по работе совместно с Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий. Очень хорошо. Сегодня вы пришли с такими результатами работы. Это сборники документов. Это книга «Историк, меняющийся мир», посвященная юбилею монаши Козыбаева. Может быть, несколько слов скажете об этом? Сборник интересен тем, что помимо таких биографических, из личного фонда, здесь достаточно хорошо представлены документы, уже которые взяты из управленческих документов. Это переписка, это вообще монаш Кобашич очень разносторонний. Судя по его письмам, его волновали многие такие вопросы. Он и в военной доктрине, и в безопасности и так далее. Он столько вопросов. И вот в этих комиссиях, как он участвовал и так далее, вот в этих документах в управленческой сохранились, отложился вот такой пласт таких документов. И мы включили в этот сборник, и они публикуются впервые, плюс воспоминания. То есть весь вот этот такой вот как бы документальный такой вот, как это можно сказать, коллаборация, сейчас модное слово такое будет. Она дает представление, вот когда совсем личные какие-то письма или переписка, то есть характеризует как-то однобог человека. А здесь вот мы постарались показать разносторонность, многогранность его личности. То есть здесь еще не взяты документы периода. Вот немножко сказали, почему. Это одной книгой здесь не обойдешься. Настолько он разносторонний был, такой многогранный человек. То есть его ограничить одним невозможно. То есть очень много документов мы находим в управленческой документации и в других каких-то соприкасающихся других фондах. То есть здесь и плюс, как я сказал, Раджик Каримович, расшифровка вот этих вот аудиозаписей и так далее, когда это уже прошло время и о чем человек думал, говорил на тот период и как сейчас это актуально. То есть актуальность не меняется. То есть сегодня остаются еще вопросы, которые Монаш Ковальевич приподнимал в 90-е годы. И вот постарались представить. Плюс еще в хорошем качестве фотографий. Большое спасибо. Это человек, который заслужил такое уважение не только профессионального научного сообщества, но и даже простых граждан. Потому что он сумел поднять, показать историю Казахстана в новом уровне, в новом статусе, в эпоху, меняющуюся эпоху. И ему это удалось. Большое спасибо. Пожелаем архиву президента также дальнейшей плодотворной работы, множество выставок, интересных трудов и публикаций. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok